Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Неожиданная зима или Змеиногорск третья серия. В 30-ти градусный мороз жители города остались без тепла. Дорогие дороги, какие трассы края обновят в новом году и сколько на это запланировано средств. Доигрался, почему встреча Алтайбаскета и Уфимца закончилась скандалом. Итак, в Змеиногорске серьезная авария. Повреждение случилось на одной из теплотрасс города. Снижение тепла в квартирах ощутили больше 500 человек. Это почти в 30-ти градусные морозы. Сразу же после ЧП коммунальщики были вынуждены снизить температуру подачи с 65 до 40 градусов в 23 жилых домах. Социальные объекты по этому контуру не расположены. Тем не менее, власти города подготовили для людей три пункта временного размещения. Это один из санаториев, районы Дом культуры и Центр спортивной подготовки. Но вот в то же время мастера начали переключать дома со старой сети на новую, чтобы окончательно не разморозить квартиры. Сотрудники краевого МЧС открыли телефон горячей линии. Этой ночью синоптики обещают в Змеиногорске до минус 25. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц Бийской администрации. Поводом послужило обрушение потолка на двухлетнего мальчика. Напомним, инцидент произошел на днях в Бийске многоквартирном доме на улице Советская. Мальчик получил ссадину, ушибы и сильно испугался. Сообщается, что на протяжении четырех лет жители дома не раз обращались в управление ЖКХ администрации Бийска с просьбой провести капремонт кровли. Известно, что решением суда на администрацию Бийска была возложена обязанность до 1 ноября 2018 года провести капремонт. Но этого так и не произошло. Виновным грозит крупный штраф или арест. Дорожный фонд Алтайского края в следующем году увеличится на 7% и составит почти 11 миллиардов рублей. Деньги пойдут на ремонт, содержание и строительство новых магистралей. Достаточно ли этих средств, чтобы привести многотысячную дорожную сеть региона в надлежащий вид, обсуждали сегодня в правительстве края. Валентина Аскерова слушала. Свыше 16 тысяч километров дорожного полотна Алтайский край лидер по протяженности дорог в стране, но, к сожалению, не лидер по их качеству. Основная часть магистрали была построена в 80-е годы прошлого столетия и отслужила уже по два срока. Большинство дорог попросту убиты. На восстановление и строительство в этом году было выделено около 10 миллиардов рублей. На эти деньги отремонтировали почти 700 километров. Но это лишь 5% от общей протяженности дорог в крае. Основные направления в 2018 году сформировались следующим образом. В южном направлении, это в сторону границы с республикой Казахстан, в северо-восточной зоне, в сторону Кемеровской области и в северо-западном направлении, в сторону городов Славгород, Яровой и Каменный Аби. Всего в текущем году построено, реконструировано, отремонтировано, то есть приведено в нормативное состояние более 686 километров автомобильных дорог и 16 искусственных сооружений. Срок эксплуатации дорог пояснили эксперты 4-12 лет. По истечении нужен ремонт. К одним приходится возвращаться из-за загруженности, другие реконструкции так и не дожидаются. Дорожники посчитали, чтобы закрыть все дыры, нужно ремонтировать не 700 километров в год, а полторы тысячи. Но на это нужны деньги, поэтому ставку делают на сохранение действующих магистралей. Для сохранения дорожной сети необходимо исключить в случае движения тяжеловесного транспорт с повышением весогабаритного контроля. Так мы в этом году установили два пункта автоматического весогабаритного контроля. Также у нас установлена система автоматического контроля через метеостанции движением. У нас установлено очень много датчиков интенсивности движения, учета. В следующем году Дорожный фонд Края увеличится на миллиард рублей и составит почти 11 миллиардов. Прирост небольшой, поэтому губернатор посоветовал профильным чиновникам тщательно выбирать, куда вкладывать деньги и пристально следить за качеством работ. Валентина Скирова, Александр Антропов. Наши новости. Алтайский край, возможно, в ближайшее время станет одним из лидеров в регионе по производству мяса птицы. Накануне группа компании Черкизова завершила сделку по приобретению птицекомплекса «Алтайский броллер». Озвученная сумма – 4,6 миллиарда рублей. Как рассказал основатель группы Игорь Бабаев на встрече с губернатором края Виктором Томенко, для Черкизова это приобретение, возможность полноценно выйти на рынок Сибирского федерального округа. В то же время для экономики края эта сделка должна стать серьезным шагом вперед, как заверил собравшихся Игорь Бабаев. Если сейчас комплекс производит 60 тысяч тонн мяса птицы, то при новом владельце он должен выйти на мощность до 100 тысяч тонн в год. Это должно произойти в ближайшие 2-3 года. Достичь результата собственник намерен, вложившись в модернизацию производства. «Балтайский броллер» строился 10 лет назад. Ну, годы свое дело делают, понимаете, это клетка. Нас не устраивает сегодня убои, нас не устраивает система комбикормовая. Сейчас первые шаги, которые сделаны будут, это в пределах 20 миллионов долларов, которые пойдут на поддержание. А если удвоить объемы товарного производства до 100 тысяч тонн, ну, это значительно большие суммы. Темпы роста инвестиций в экономику Алтайского края, вообще направление развития Алтайского края, его экономики, в том числе агропромышленного комплекса, это один из наших главных приоритетов. И поэтому мы будем очень серьезное внимание уделять поддержке, участию, содействию всех наших предприятий, которые думают о своем развитии, ну, а значит, и о развитии края. Новый владелец пообещал сохранить бренд «Алтайский броллер», которому в этом году исполняется 10 лет, при этом расширив линейку продуктов новыми марками. Но вот, кроме того, по словам Бабаева, уже в следующем году компания представит проект создания нового свинокомплекса. Скандалом завершился матч между Алтайбаскетом и Уфимцем. Игрок гостей после победы, возможно, в эйфории позволил вольность в отношении девушки из группы поддержки. Неприятный эпизод зафиксировали камеры, которые транслировали этот матч в глобальной сети. Скорее всего, теперь баскетболисту придется ответить за свои действия. Видео, как и сами матчи, посмотрела и наша съемочная группа. Финальный свисток. Баскетболисты в этот момент традиционно обмениваются рукопожатием. И кроме одного, который, видимо, решил несколько иначе провести это время. Обратите внимание на восьмой номер. Об инциденте чирлидер тут же сообщил о хореографу. Тот, в свою очередь, руководствовал Тайбаскета. Этот эпизод могли наблюдать сотни пользователей глобальной сети по всему миру. И не меньшее количество зрителей, которые только начали покидать трибуны. Покидали в расстроенных чувствах. Их любимый Алтайбаскет уступил лидеру чемпионата из Уфы. Все-таки опыт игроков и умение держать удар в концовках опытной команды уфимца, состоящей из опытных игроков, сказалось, что мы не реализовали много своих атак, мы допустили защитные ошибки. Но самый главный плюс нашей команды в том, что и вчера, и сегодня команда боролась от начала и до конца. Про борьбу до конца скажет и личный тренер бегуна Сергея Шубенкова Сергей Клевцов. В этот вечер знаменитый наставник оказался в числе болельщиков. Вот он справа. Руководителей клуба пригласили, говорит, не в качестве эксперта, а просто поддержать команду. Насколько я понимаю, команда, по крайней мере, бежит. В общем-то, я таких явных признаков усталости не замечаю. Чисто баскетбольные аспекты, естественно, комментировать не буду, потому что, повторяю, это во-первых, неитично, во-вторых, неитично, во-третьих, неитично. Вот. А еще момент, я так понял, что это лучшая команда нашего дивизиона, абсолютные лидеры, безоговорочные. А ребята бьются с ними как бы кость-кость. Как говорят программисты и автослесари, один к одному. На равных с таким грозным соперником «Алтайбаскет», что в первой встрече, что во второй бился только половину времени. В конце дали им отрыв сделать, очков 10, да, и уже не смогли вернуться в игру. Ребята опытные, у нас молодой состав. Мы много не попали. Если попали в свои открытые броски, то смогли бы зацепить эту игру. В подтверждение этих слов счет матчей 77-82 и 69-76. Вот такой итог противостояния с лидером. Итог для распускающего руки игрока пока неизвестен. Возможно, восьмерку ждет дисциплинарное наказание. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Остались без новогодней сказки. Барнаульцы, которые приобрели декабрьские туры на Хайнань, не смогут вылететь на отдых. Туроператор по Китаю «Жемчужная река» приостановил продажу туров на Хайнань из краевой столицы. Официальной причиной туроператор назвал загруженность аэропорта в Санье. В связи с чем авиакомпания «Алрос», осуществляющая перевозки на остров, не продлили разрешение на выполнение чартерной программы в аэропорт Санье. Чтобы избежать критических ситуаций, «Жемчужная река» прекратила полеты из Барнаула, до января 2019 года. Теперь туристы, которые уже забронировали отдых на это время, могут либо перенести поездки, либо попытаться вернуть свои деньги. По закону процесс возврата денежных средств достаточно простой и недолгий. В связи с тем, что оператор не выполнил взятые на себя обязательства, по заявлению агентства денежные средства возвращаются на расчетный счет агентства и соответственно агентство выдает их своим туристам. Но практика, опять же, показала, что оператор всячески затягивает процесс возврата денежных средств. Возвраты, в принципе, если не подключать судебный порядок разрешения споров, длятся несколько месяцев. Первый вылет на Хайнане с Барнаула состоялся в августе этого года, но старт откладывали трижды. Жемчужная река сразу привлекла клиентов низкими ценами. Например, стоимость недельного отдыха на двоих, включающая перелеты проживания, опускалась до 28 тысяч рублей. Уже в ноябре начались проблемы с расселением туристов, прилетев на остров. Туристы обнаруживали, что их места в отелях заняты. Но вот всего за пару месяцев из Барнаула в аэропорт Саня вылетели более тысячи отдыхающих. Сейчас на Хайнане остается несколько десятков барнаульцев. Туроператор дал слово до 31 декабря выполнить шесть вылетов для вывоза туристов. На остров самолеты полетят пустыми. Алтайский краевой суд вынес решение по спору Алтайского госуниверситета с экс-деканом Юрфака. С этого дня Наталья Карлова официально не состоит в трудовых отношениях с Алтгу. Суд удовлетворил апелляцию классического вуза. Решение о ее возвращении на должность, которое принял районный суд, в сентябре отменили. Параллельно в железнодорожном суде рассматривается иск Натальи Карловой к университету, в котором она просит признать приказ об ее отстранении незаконным. Женщина намерена обратиться в Верховный суд России. Напомним, Наталья Карлова ушла с поста декана Юрфака после скандала с выговором от руководства вуза. Ее обвинили в том, что она якобы незаконно лишила премии одного из профессоров. Перинатальный центр ДАР в Барнауле временно закроют. Это связано с плановой санитарной обработкой, которую обязаны проводить во всех медучреждениях края, объясняют в пресс-службе регионального Минздрава. В ДАРе в этой связи прием беременных прекращается с 10 декабря. Выписка пациентов продлится до 15 декабря. До этого же срока те, кому показано продолжение стационарного лечения, будут переведены в перинатальный центр на Попово. Санобработка акушерских, педиатрических и реанимационных отделений будет проводиться с 16 по 31 декабря, а 1 января прием беременных возобновят. Отметим, что консультативно-диагностическое отделение, центр перинатальной диагностики, центр охраны здоровья семьи и репродукции, а также дистанционно-консультативный центр с выездными бригадами продолжит работу в штатном режиме. Чуть более 100 свободных квартир осталось в жилищном комплексе «Рубин», который расположен в престижном районе Барнаула. 25-этажный дом станет самым высоким строением компании «Жилищная инициатива». Потрясающие виды из окон, удобные планировки и прекрасный район, в котором есть все для комфортной жизни. Совсем скоро новая высотка на улице Малахова будет приковывать взгляды. Сейчас объект находится на этапе строительства. Жильцы получат долгожданные ключи от квартир в начале 2021 года. ЖК «Рубин» — это долгожданное предложение от жилищной инициативы в одном из самых популярных и престижных районов города Барнаула. Это теплый, надежный, монолитно-каркасный жилой дом с прекрасными планировками. Во многих квартирах выполнено панорамное остекление. Весь город будет у вас как на ладони. Рядом с жилищным комплексом расположены первый в крае образовательный кластер, детский сад, школа искусств, магазины, кафе, зоны для занятия спортом, бассейн и не только. Уже построен гараж, стоянка на 350 машиномест с круглосуточной охраной и видеонаблюдением. В новом доме три лифта, просторные холлы. И здесь из-за стеклянных дверей всегда будет светло. Однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры ждут своих хозяев. Более половины жилья в ЖК «Рубин» уже куплены и забронированы жителями города. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, без осадков и чуть теплее. Температура в Валейске, Рубцовске и Зминогорске около 26 мороза. В Заринске, Кулундии и Славгороде минус 27. В Барнауле без осадков, в северо-западном умеренный ветер. Ночью 29 градусов мороза, днем 22-24 ниже нуля. Да, и еще сегодня во многих странах отмечают Всемирный день лентяя. Но мы вам про него ничего не расскажем, потому что делать сюжет про день лентяя нам было лень. Хорошего настроения и до встречи в эфире.